Россия в глобальной политике Российский марафон и плюс визит в Москву американского высокопоставленного чиновника Тома Донилана и перспективы, соответственно, российско-американских, оживления российско-американских отношений. Но, тем не менее, начнем мы с событий экстраординарного. Федор, это бремя лидерства американского, что у них их будут всегда взрывать? Да не так уж их много взрывают, если так честно сказать. Просто теракт, который произошел 12 лет назад, он был настолько зрелищным, масштабным и беспрецедентным, что, конечно, его будут вспоминать всегда, а в остальном сказать, что Америку захлестнула волна терроризма, ведь нельзя. И, более того, с Бостоном, я думаю, там еще надо разбираться, в чем причина. Потому что традиции домашнего терроризма, такого, как правило, ультраправого толка в Америке очень давние. Они уходят корнями в период, когда Америка никаким лидером не была. Ну и, кстати говоря, количество застреленных президентов в Америке само за себя говорит. В общем, традиция политического насилия очень укорененная. А что касается бремени лидерства, то я бы сказал как раз наоборот. Честно говоря, прости, господи, за такую неполиткорректную мысль. Странно, что так мало. Потому что вообще в качестве реакции на то, как действуют Соединенные Штаты в мире, во всяком случае, действовали до недавнего времени, можно было бы ожидать гораздо более масштабных попыток дестабилизации. Тем более, что терроризм, как инструмент политический, он почти легитимирован в современном мире. Можно, конечно, сказать, что это хорошая работа спецслужб. Камеры повсюду. Камеры повсюду. И граждане бдительные в аэропортах везде висят. Я не помню, как у нас сформулировалось в сталинские времена, но там какие-то похожие очень плакаты. Услышал сообщи. Ну да, болтун находка для шпиона. Тут скорее наоборот. Болтун залог безопасности. Как бы то ни было, это имеет место, конечно же. С другой стороны, те ужасы, которые рисовались после 2001 года, ну, видимо, они были несколько преувеличены. Все-таки терроризм, да, это распространенная сейчас форма политического действия, в том числе, но это не массовое явление. Даже при том, что никогда, ну, или во всяком случае, в таком большом количестве не существовало самоубийц, как сегодня. А это значит, что чуть ли не любой может совершить теракт. Но даже при этом все-таки терроризм остается неким локальным явлением. В основном, в тех зонах, где, по сути дела, идет конфликт низкой или средней интенсивности. Федор, вы сказали о том, что традиции политического насилия в Соединенных Штатах вполне себе длинны и уходят в глубь веков. А с чем это связано? — Это тот самый кольт на поясе у покорителя Дикого Запада? — Я думаю, что это кольт на поясе у покорителя. И то, что сейчас аукается в тщетных попытках ограничить свободную торговлю оружием. Потому что все ссылаются на эту пресловутую вторую поправку, которая, вообще-то, принималась в эпоху, когда кольт был единственным гарантом вообще выживания. С тех пор все изменялось, а поправка осталась. И пойди ты тронь свободу гражданина. — Да, еще надо просто напомнить, что обосновывается эта вторая поправка необходимостью иметь каждому штату хорошо организованную милицию. — Ну да. Вот милиции вроде как уже не нужно, а стреляют... — А кольт остался? — Кольт остался и стреляет постоянно. — Вторая причина, связанная с этим, но, конечно, более общего характера. Америка — это страна, построенная на примате личности над государством. Это может принимать разные формы, в том числе радикальные. И всегда, начиная там с XVIII века и до сего дня, существовали пусть маргинальные, пусть сектантские группы, но глубоко, как в религию верующие, вот в эту вот идею свободы личности. И везде, где такие люди усматривают попытки государства как-то эту свободу ограничить, они начинают яростно сопротивляться, вплоть до применения силы. Ну а поскольку президент или там генеральный прокурор или какое-то яркое публичное лицо — это всегда для них символ ненавистной вот этой публичной сферы, то есть государственного монстра, соответственно, вот они таким образом протестуют. — Стоит напомнить, что после того, как некий лейтенант Ильин в конце 60-х годов попытался убить генерального секретаря Брежнева и потом был заключен в психиатрическую лечебницу, в момент обсуждения новой Советской Конституции он предложил поправку к ней, которая звучала так. Каждый гражданин Советского Союза имеет право на террористический акт, если считает, что политика государства, руководство государства неверна. — Ну вот в Америке институцию пока не внесли, но по сути дела логика такая, что мы здесь решаем. Государство не имеет права нам навязывать. — Федь, а Тимоти Маквей, чего он показывал тогда уж? — А Тимоти Маквей тоже, это ответвление того же. Ну, Тимоти Маквей был обиженным человеком, который плюс еще там иракский синдром. — Ну и вообще просто, так я понимаю, мизантропия. — Да, мизантропия, ощущение, что вот он кровь проливал, а его бросили, а вообще государство нас всех презирает и ненавидит и угнетает, ну и так далее. — Это, кстати, вот очень часто вспоминаемый пример того, как не надо делать скоропалительных выводов. Когда случился этот теракт в Аклахоме, а на тот момент, это 95-й год, то есть еще о 11 сентября никто даже не мог себе такое представить. — Да, это был грандиозный теракт, взрыв федерального здания. Ну, первая мысль у всех, ну, ясное дело, кто это может быть, какие-то арабы, палестинцы или еще кто-то, тогда еще Аль-Каида, как понятия, не существовало, но уже были радикальные проповедники. Там в 93-м году была первая попытка теракта во Всемирном торговом центре. Ну и, собственно, вот на эту версию арабский след сразу стал доминирующим. Когда выяснилось, что Горги никакие не арабы, а самый что ни на есть белый шотландского происхождения, ВОСП, со своим подельником, тоже белым англосаксом, и они просто всех ненавидят, это, конечно, был некоторый шок. Так что с этим Бостоном, я думаю, тоже тут много еще надо выяснить, прежде чем обнародовать какие-то версии. В какой-то момент была принята такая версия того, что происходит в мире, что вот, мол, кончилась холодная война, и Соединенные Штаты небезуспешно и достаточно быстро нашли себе новое занятие, войну с терроризмом. Каковая война, спустя, соответственно, 20 лет, просто сошла на нет. Это так? Ну, война с терроризмом пришла не сразу. После холодной войны было сначала ощущение, что война вообще не нужна. Война нужна только в том смысле, что если кто еще не понял, кто победитель, тогда мы идем к вам и объясним вам, как надо жить. Не потому, что мы хотим вас покаять, а потому, что вы просто иначе не понимаете, а так надо, так правильно. Для вас вы же благо. Война с терроризмом, как системообразующий элемент, возникла, естественно, после 11 сентября на концептуальном уровне. И была предпринята действительно попытка превратить международный терроризм в некую замену СССР. Вот есть страшный враг, который все мы понимаем, что это угроза. И вот это, наконец, всех нас, людей доброй воли, консолидирует против всех негодеев. Как карательный отряд сил добра это все называется. Да, да. Добро должно быть с кулаками. Не получилось. Не получилось, во-первых, потому что... Точнее, не во-первых, а, собственно говоря, потому что быстро выяснилось, что нет такого понятия, как единый международный терроризм. Все равно это... Да, это практика, которая стала гораздо активнее применяться, хотя она применялась и раньше. Вообще, первые акты вот такого самоубийственного терроризма были в 70-е годы в Ливане против американских расквартированных военнослужащих. Начиняли машину динамитом и врезались в казарму. Это было до всяких Алькает и так далее. Да, самый известный случай, если мне помнить не изменяет, в 82-м году произошел, когда погибло больше 200 человек. Да, очень крупный был. Конечно, сейчас это больше распространилось, причем, мне кажется, в основном по причине коммуникационной доступности. То есть, вот люди, ну, не знаю, там, на Северном Кавказе какие-нибудь самые радикальные отморозки, они как-то вдруг поняли, что они тоже так могут. Смотрели, чем мы хуже. Но, все равно, это не единое целостное явление, это сеть разных конфликтов, противоречий, как правило, укорененных в местных проблемах. И США становится объектом не потому, что кто-то хочет разрушить Америку как таковую или обратить американцев в ислам, а это реакция на то, что Америка делает не у себя дома, а на Ближнем Востоке, например. Поэтому свести это все воедино, а самое главное, найти способ вот такой общий, совместный, как с этим бороться, оказалось просто невозможно. И где-то к середине уже 2000-х годов это превратилось в пустую риторику, стало понятно, что ничего не выйдет. А к концу 2000-х, в общем, почти сошло на нет. Сейчас никто эту контртеррористическую коалицию не вспоминает. Да и вообще стало понятно, что совсем другие процессы, ведь Арабская весна, которая перекраивает карту Ближнего Востока политическую, а возможно даже и географическую, она и террористов врасплох застала, пресловутых. Аль-Каиду, они сами не ожидали, что это произойдет, они готовились к многолетней террористической войне против, там, не знаю, Мубарака. А он взял и упал сам собой. И дальше началась какая-то совершенно другая ситуация, когда, в общем, это не так уж нужно. Вот не там идет борьба, не во взрывах там, в мечетях. Так что, увы, очень хотелось, потому что надеялись, что таким образом мы сможем как-то все вот устаканить. И вот теперь, вот раньше было так, а теперь стало так. Не получилось. Здесь, скажите мне, а вот относительно того, что делается в западных странах на предмет борьбы с терроризмом, причем вот совсем-совсем недавно, да, прозвучали ли опасения из Лондона о том, что, мол, сейчас приедут ребята, которые успешно воюют на стороне противников того же самого Башара Асада в Сирии, и не умеющие, собственно, больше ничего, кроме как воевать и взрывать, обладатели европейских вполне себе паспортов. Вернутся по месту выдачи этого паспорта и начнут взрывать тут. А то, что делают западные страны, европейцы, американцы, вот для того, чтобы защититься от этой, ну, гипотетической, скажем так, гипотетической угрозы, это рефлекторные движения или все-таки есть какое-то понимание, какая-то программа, что ли, я не знаю, идеологическое направление, понимание того, что нужно, в каком направлении нужно двигаться? Нет, как раз идеологического, по-моему, нет. Есть достаточно разработанная и все более разрабатываемая программа технических специальных мер, с тем, чтобы таких людей выявлять, держать под контролем. Это происходит везде. Америка флагман, но и в Великобритании, и в Германии, и во Франции все это имеет место, тем более, что, вообще говоря, европейцы столкнулись с этой проблемой раньше, чем Америка. Америка-то, собственно, после, ну, в 90-е годы впервые к этому обратилась, а, скажем, во Франции, связанный с событиями в Северной Африке терроризм, имел место с 50-х, 60-х годов. Там, правда, он тоже был многообразный, был терроризм, скажем, более ярко выраженный именно правый, то есть не арабский, а антиарабский, там, когда был вопрос об освобождении, уходе из Алжира и так далее. Но, тем не менее, вот сама практика, она хорошо известна. Ну, плюс британцы с ирландцами. Да, британцы с ирландцами. Баски. Баски. В Германии был опыт 72-го года, крайне неудачный, после чего, кстати говоря, очень серьезные изменения были сделаны в спецслужбах, потому что такого провала, позорного, вообще-то трудно себе представить было. Но проблема ведь в чем? Угрозы, что эти люди приедут из Сирии, там, или откуда они приедут, из Йемена, из Иордании, для того, чтобы взрывать в Англии, все-таки маловероятно. Они там живут. И, в общем, какие бы они ни были, отмороженные, радикальные, никто же, нет задачи разрушать все, что вокруг них. У них есть задача, то, что они считают своим, вот своей родиной, вот это вот там, значит, что-то менять, разрушать Великобританию, а зачем? Так что, скорее тут можно говорить о том, что происходит с, даже не с первым, а со вторым поколением иммигрантов, которые, вообще-то говоря, теряют свою идентичность, они перестают быть, там, не знаю, марокканцами, не становятся французами или англичанами, а зависают где-то посередине, национальной принадлежности у них не ощущается. И поэтому, естественным образом, единственное, за что они цепляются, ну, не все, но многие, это вот ислам. Ислам, как их, так сказать, ниша. А в этом случае, это очень нестабильно и неустойчиво, в этом случае они могут как раз попадать под влияние очень радикальных настроений. И вот то, что молодежи, неустроенной молодежи, иной проявляется просто как какие-то деструктивные погромные инстинкты, у них может окрашиваться в религиозные тона. Собственно, то, что мы наблюдали какие-то инциденты, скажем, в Англии, это вот скорее это, чем сознательное желание нести зеленый флаг ислама куда-то в Европу. Федь, последнее, что в этой связи приходит на ум, очень многие люди обращают внимание, что пресловутая западная свобода, да, ее приходится защищать, ограничивая ее, вешая повсюду камеры, там, я не знаю, санкционируя прослушивание телефонов и иллюстрацию этого самого, как звать там, электронной почты, там, проверка и так далее. Получается, как бы, изнанка демократии. А куда деваться-то? Это изнанка демократии, и это оборотная сторона глобализации. До тех пор, пока западные общества были относительно гомогенные, они могли позволить себе гораздо более высокий уровень этой своей внутренней свободы по периметру, защищаясь от внешних влияний. Сейчас защититься от внешних влияний невозможно, общество становится все более разнородными, и приходится вот прибегать к этому. Плюс, конечно, коммуникационная открытость, которая дает, в том числе и спецслужбам, новые возможности. Раньше просто, ну да, там, иллюстрация писем или чтение чужой корреспонденции, это всегда было, но никогда это не могло принять такие объемы. А сейчас, когда просто устанавливаешь там специальную элементарную технологию, как там у тебя на слово Бен Ладен или бомба сыпется все, ну, грех не воспользоваться, хотя я думаю, что это тоже ловушка, потому что, в конце концов, обилие этой информации похоронит сам смысл этой деятельности. Ну да, в общем, ведь кто-то должен все это читать, в конце концов, да, и принимать решения, и как-то анализировать. А конец у этого процесса есть? Вот когда они окончательно даже, я не знаю, твой собственный дом будет следить за тобой. Ну, если верить авторам антиутопии первой половины XX века, конца этому нет. Конец этому страшная тоталитарная система под лозунгом там большие братья всегда с тобой. На самом деле, я думаю, что есть какой-то предел, когда вот просто обессмысливается вот этот тотальный контроль. Но в какой форме это будет, потому что мы, кроме всего прочего, совершенно не можем предсказать, какие будут дальше технологии. Что может наоборот, может быть, в каждом ухе будет встроен микрочип, типа уже, во-первых, не надо будет никаких ни мобильных телефонов, ни электронной почты тебе прямо в голову будет все приходить. А с другой стороны, ты всегда как стерх окольцованный, значит, все знают, где ты и что ты делаешь. В студии «Голосы России» Петр Журавлев и Федор Лукьянов. Мы продолжаем разговор о событиях международной жизни, которые имели место на ушедшей неделе. Федор, я предлагаю все-таки вернуться из Америки в Москву, куда на этой неделе приезжал высокопоставленный американский чиновник Том Доннилон. Анонсирован этот визит был уже очень-очень давно. Все вот ждали-ждали-ждали. Вот он сейчас приедет и привезет личное послание Барака Обамы Владимиру Путину. Ну, в общем, вот он приехал, небо на землю не упало. Но покивали все и сказали, ну, чудно, прекрасно, мы видим со стороны двух сторон стремление наладить отношения. Могло что-то случиться иное? Ну, могло случиться только не приезд, очередной не привоз личного послания. И накануне даже об этом опять заговорили, потому что за три дня до этого были обнародованы списки официальные, запретные. Американцы первые, российский МИД второй. Но списки показали, что, в общем, желания в администрации раздувать конфликт на сегодняшний день нет. Списки минималистические такие и сугубо технократические. То есть, никаких политических фигур там нет. И там, и там пошли по принципу формально. Кто там у нас виновен в нарушениях прав конкретных граждан, вот их и не пускаем. Поэтому визит прошел так, как мог пройти. То есть, это максимум, что можно было ожидать. Вообще, да, плюс еще же президент заглянул на встречу помощников по национальной безопасности. Тем самым подчеркнув, что там обиды обидами, но дело делать надо. Мне кажется, что российско-американские отношения сейчас находятся в такой любопытной фазе. Если отвлечься от эмоций и идеологической какой-то, квази-идеологической борьбы, которую мы наблюдали в конце прошлого, в начале этого года, проблема, а может, это не проблема, ну, феномен заключается в том, что традиционная модель наших отношений, которая действовала несколько десятилетий, она исчерпалась. Все. А в чем она заключалась? Ну, там можно долго описывать, но вот две составляющие основные, две оси координат, на которых она основывалась, это ядерный паритет и идеология. Когда была холодная война, все было, ну, гармонично. Вот тебе идеология такая, остро противостоящая, конкурирующая друг с другом, вплоть до стремления уничтожить оппонента. И инструмент этого, этой конкуренции, ядерный паритет, он же, он запугивает, он же и не позволяет перейти грань. Потом паритет остался, хотя уже скорее как наследие. Идеология тоже осталась, но стала трансформироваться. Вначале, вроде бы, что у нас идеология по-прежнему важна, но уже в том смысле, что мы теперь в одной лодке, и мы теперь станем единомышленниками. Потом стало понятно, что единомышленниками не стали, и началась идеологическая такая борьба. Американцы пытались либо уговорить Россию принять некую модель, либо навязать, и эту модель России сопротивлялась. Тем не менее, идеологический компонент, он присутствовал. А вот сейчас такое впечатление, что и то, и другое заканчивается. Паритет есть, но смысл в нем, кроме символического, никакого. То есть, применять ядерное оружие явно никто не будет. А более того, впервые стали говорить о том, ну, голоса зазвучали в Америке, и даже немножко в России. А в чем смысл-то вообще? А почему у нас должно быть равное количество? Может быть, определим, сколько нам надо, а уже другая сторона пусть что хочет, то и делает? В условиях, это пока не мейнстрим совсем, но в условиях, когда все озабочены экономией средств, бюджетными дефицитами и так далее, я думаю, что в какой-то момент американская сторона перейдет вот этот вот, отойдет от логики, что мы должны быть на равных, и тогда вот этот фактор вообще уходит. То есть, ну, у них свое, у нас свое, у нас свое, на самом деле, вопрос еще против кого? Может, против Америки, а может, и не совсем, может, другие страны у нас неподалеку, которые тоже имеют ядерное оружие. А идеология, в общем, она по факту исчерпалась, потому что, по крайней мере, администрация Обамы, она не имеет амбиции Россию куда-то перековать. Ну, просто потому что поняли, во-первых, что это бессмысленно, во-вторых, они вообще, Обама вообще не считает, что изменение идеологических подходов других стран является задачей Америки. По крайней мере, на сегодняшний день. И вот если так, то тогда возникает вопрос, а что у нас остается в отношении? Содержание. Содержание-то в чем? А содержание, как выясняется, оно есть, но оно международное. То есть, чем сейчас, что обсуждают? Лавров и Керри, Патрушев и Донилан, там, наверное, когда встретятся Путин и Обама, они обсуждают международные конфликты. Сирия, Иран, Лиль, этот самый, Афганистан, Корея, там, еще что-то может добавиться, там, Ирак, не знаю. То есть, это не вопрос двусторонних отношений, это вопрос международных конфликтов, которым тем или иным образом увлечены Россия и Америка. Если это убрать, а это, в общем, нормальная дипломатическая рутина, была, есть и будет. Если это убрать, то ничего не остается. Ну, я немножко утрирую, конечно, но, по сути, все, что было раньше, исчерпал. Естественным путем, потому что сколько можно жить в парадигме 72-го года. И вот теперь то, что происходит, это такая пауза, связанная не с делом Магнитского, а с тем, что непонятно, о чем дальше разговаривать. И будет ли вообще тема для разговора. Может, мы вообще расходимся как-то по разным наборам задач. Где-то они пересекаются, но то тоже не потому, что мы друг другу нужны, а потому что вот так вышло, что здесь сходится. С другой стороны, я думаю, что так не будет всегда, потому что все-таки две очень большие страны, которые волей-неволей играют существенную роль, и в какой-то момент начнет возникать что-то новое, но этот момент еще не завтра. Федор, я хотел спросить тогда уж в этом направлении. Но ведь, как бы ни развивались Соединенные Штаты и Россия, мы неизбежно будем наступать друг другу на ноги. И содержание всегда будет с отрицательным знаком. Нет, это все время будет какая-то конкуренция, это все время будут какие-то толчки, попытки зажать, выдавить, наоборот, или там подставить. Ну, конечно, две большие страны с несовпадающими интересами и не имеющие, в общем, шансов на союзные отношения, они всегда будут друг другу наступать на ноги. Вопрос в том, сознательно это делается или случайно. Потому что холодная война, скажем, это сознательное наступление на ноги. Ходить за другим и все время пытаться как-нибудь наступить ему на ногу, а он тебе пытается. здесь скорее просто сталкиваются, вот, топчутся в одном примерно пространстве, сталкиваются далеко не всегда намеренно, но мешают друг другу. Я думаю, что, во-первых, есть возможность начать вести себя более аккуратно и смотреть, где можно не столкнуться. Во-вторых, все-таки возможно появление тем, где вдруг выяснится, что мы вместе можем толкнуть третьего. Ну, если так примитивно говорить. Азия совершенно такая, в каком-то смысле, терра инкогнито для российско-американских отношений. Ничего не происходит в этой сфере. Арктика. А если подумать, там не такие уж антагонистические интересы, в отличие от Европы и в Артлантике и Ближнем Востоке. Да и на Ближнем Востоке. Вот по этой Сирии при всей остроте полемики и эмоций, что-то чем дальше, тем больше возникает удивление. А мы что, собственно, делим-то? Там делить нечего, там ничего хорошего не будет вообще в ближайшие десятилетия, наверное. И когда в этом смысле тактика Башараса, да, конечно, верная, чем затягивать время, тянуть, чем больше тянется, тем меньше энтузиазма в отношении его оппонентов на запад. К нему любви не добавляется, но просто возникает все больше и больше сомнений, зачем мы поддерживаем вот этих. так что здесь я думаю какие-то вполне неконфронтационные вещи возможны, хотя интересы, как правило, будут сталкиваться. Ключевой вопрос готовы ли Соединенные Штаты вот продолжать нынешнюю линию на умеренное вмешательство в дела постсоветского пространства. Сказать, что они вообще не вмешиваются нельзя, безусловно, они там присутствуют и будут присутствовать, но это несравнимо с тем, что было 5-7 лет назад, когда они просто попытались при Буше его просто переустроить под себя. А если вот это останется, тогда я думаю, что мы острых конфликтов иметь не будем. Если там сменится, допустим, президент, который решит опять, что Украина или, я не знаю, Казахстан это суперважно, ну тогда, наверное, вот это наступание на ноги станет, примет опять намеренный характер. То есть, если так суммировать, можно сказать, что если Соединенные Штаты согласятся с тем, что Россия отвечает за какой-то кусок земного шара, а Соединенные Штаты занимаются своими делами в другом участке этого самого земного шара, то тогда у нас есть возможность проявлять друг другу некий нейтралитет. Ну, вот так совсем не будет, чтобы Америка согласилась, что кто-то за что-то отвечает, это противоречит всему ее политическому генокоду, что ли. Можно по-другому это сформулировать, если Америка согласится с тем, что это не ее приоритет. Вот это, кто там чего делает, это уже другой вопрос, это нас во второй очереди касается, но мы там пытаться доминировать не будем. Вот тогда, я думаю, что возможно какие-то... То, что такое была перезагрузка, перезагрузка прежде всего была де-факто отходом США от суперактивной политики на постсоветском пространстве. Именно это сделало, возможно, все остальное. Ну да, и вот в действии то, что называется регионализация международной политики. В студии «Голоса России» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Федор, спасибо вам большое. Спасибо. Мы с вами увидимся через неделю. До свидания. Россия в глобальной политике Россия в глобальной политике Видеоверсия Редактор субтитров